здравствуйте уважаемые студенты под дисциплина история физика 4 лекция физика аристотеля немного о аристотеле аристотель дата рождения этот древнегреческий философ дата рождения 384 4 4 год до нашей эры место рождения стагир полуостров халкидики дата смерти 322 года до нашей эры место смерти халкида остров эвбе альма-мата то есть где он учился это платоновская академия язык произведения древнегреческий язык школа традиции перепад этики направлении западной философии период античная философия основные интересы он был очень разносторонний как вы видите это этика физика политика метафизика логика экономика биологии зоологии психологии лука жизни значительной идеей катарсис причина со логистика крема кистика оказавший на него влияние это был платон и учитель евдокс кницки аристотель опять-таки краткая его информация 384 года нашей эры стадира фракции 322 второй год до нашей эры халкида остров эвбе то есть дата рождения и дата смерти это древний греческий философ ученик платона мы уже говорили с 343 года до нашей эры воспитатель александра македонского 335 334 годах то наши эры основал лекей то есть это то же самое что и лицей или пиропатическую школу натуралист классического периода наиболее влиятельный из философ древности основоположник формальной логики создатель понятийного понятийный аппарат создал понятийный аппарат который до сих пор пронизывает философский лексикон и стиль научного мышления заложил основы современных естественных наук аристотель был первым мыслителем создавшим всестороннюю систему философии охватившую все сферы человеческого развития это социологию философию политику логику физику его взгляды на антологию имели серьезное влияние на последующее развитие человеческой мысли метафизическое учение аристотеля было принято фомой аквинским и развито схоластические методы карл маркс назвал аристотеля величайшим мыслителем древности аристотель 4 век до нашей эры осудил модели своих предшественников как догматические и не подтвержденные наблюдениями единственным источником сведений о природе он признал анализ реального опыта обводить в теорию заведомо ненаблюдаемые понятия вроде атомов или корпусков принципиально недопустимо сам аристотель старался на место долгом поставить логические рассуждения и ссылку на общественные физические явления термин физика возник на как название одного из сочинений аристотеля ученому одно время приписывался содержательный труд механические проблемы но скорее всего у этой книги был более поздний автор из александрии по взглядам близкие к школе аристотеля предметом физики по мнению аристотеля является выяснение первопричин природных явлений так как научное знание возникает при всех исследованиях которые простирается до начала причины или элементы путем их познания ведь мы тогда уверены в познании всякой вещи когда узнаем ее первую причину первого начала излагаемые из предоэлементов то ясно что и в науке о природе надо определить прежде всего то что относится к началу вопреки стремлению аристотеля к опытному обоснованию физики такой подход из-за отсутствия экспериментальной физики и точно измерительных приборов еще долго практически до ньютона отдавал приоритет метафизической фантазии в частности аристотель и его последователи утверждали что движение тела поддерживается приложены к нему силой понятия скоростью аристотеля как и у других античных мыслителей не было так как для него требуется отношение пути ко времени а греки признавали только отношение однородных величин по той же причине отсутствовал понятие плотности аристотель резко критиковал атомистов заявив если атомов бесконечно много и они движутся то у них должно быть бесконечно много движущихся причин но тогда мир обратился бы в хаос большинство движений по аристотелю происходит потому что тела стремятся занять свои естественные места например для тяжелых тел такое место находится в центре земли отсюда возникает эффект падения тяжелые предметы по мнению аристотеля падают быстрее чем легкие той же формы и время падения обратно пропорционально весу тел аристотель рассматривал также искусственное движение под влиянием приложенной силы но считал что сокращение воздействия тела становится остановится очевидные перед противоречия с опытом например летящая стрела движется вовсе не по вертикали аристотель объяснил тем что стрелу поддерживает возмущение воздуха созданные при выстреле он отрицал возможность пустоты так как в ней невозможно определить естественное движение аристотель отверг и модель платона он указал что она не объясняет многие реальные явления например рост давления при закап закипании воды а связь свой стихии с многогранниками есть произвольный домосов взамен аристотель предложил столь же надуманную теорию качества все же часть изложенного аристотеля физических знаний выдержал испытания временем и соответствующими уточнениями укоренилась в науке при описании принципа действия весов он дал несколько туманно формулировки конечно условия равновесия рычага акустике он правильно описал что источником звука от звучащего тела является сжатие и разжижение воздуха а их вызвано отражением звука от препятствий система аристотеля присуществовала почти два тысячелетия за это время она подвергалась подверглась многочисленным толкованием и комментариям большой спор вызвал например вопрос о том как меняется вес тела по мере его приближение к центру земли одни считали что вес растет а другие он падает до нуля на этом ребят у нас урок закончен вопросы для самопроверки до свидания до следующего урока